Виталий, сегодня у нас 5 августа 2017 года. Воскресенье. Мы сейчас пошли к вам мужу Малину взять и с Сергеем беседовали. Я тебя не понял. Я понял, что у тебя какие-то долги. Тебе их, как говорится, Советский Союз просил всем. Тебя простили. Ну, это простили мне. Я кредит брал на бизнес. Это вот это мне Господь так сделал, что все, нет. То есть ты взял деньги на бизнес и теперь не платить обратно? Почему? Ну, я взял на бизнес деньги, но я из них ничего не истратил. Я сразу все отправил на дело. А до этого был договор с партнерами, с тремя, что мы будем все честно оплачивать этот кредит. Но в итоге они руки умыли и на меня все это. Это все так вот разговаривают. У тебя рентя так. Ты даже по одному тому, что ты с неверующими связался, у тебя опыта никакого нет. Кому ты доверил? Я ленил, я думал, что вот семью надо восстановить. Алеша думал, заплатил. Умылся и все. Вот Алеша рядом строится. За дом-то нету. Фирмы нету. У нас один Вася Черепанов. У него жил. Василий Николаевич Сергей это. Да. И вот он точно так же. Какая-то фирма квартиры дает. Он платил 500 тысяч тысяч заплатил. Утром приходит, не вывезли, ничего нету. Он туда-сюда, все. Хоть что-то у тебя бумаги какие есть, ничего нету. И все кончилось. Значит так. Это вот, это тот кредит. Значит ты в долгах, да? Не, я его уже ничего. Я с юристами все. А этот долг, это алимент, я же вам объяснял. Вот смотрите, я если нигде не работаю, вот любой человек в РФ, Российская Федерация, вот, если он не работает и он на алименты подписан, ну то есть по закону ему присудительство платить алименты и он нигде не работает, то он платит ежемесячную среднюю заработную плату по Российской Федерации, которая составляет... Порядка 9-10 тысяч, она меняется с каждым месяцем, индексируется. Даже если ты не работаешь? Да. А где должен? Вот именно, если ты нигде не работаешь, ты должен платить вот эту сумму. А если работаешь, то... А если работаешь, то одну четвертую, ну по кону сколько присудят, мне одну четвертую присудят. Ну ладно. Так, и у меня вот это не понятно. Ситуация твоя сейчас какая? На тебе дом что-то там большое сколько? Накопилось уже больше трехсот тысяч. Ты вообще такие деньги в руках держал тогда, нет? Нет. Ты понимаешь, что это 5 нулей? Ну да. Понимаешь, да? Ну да. Ну я... Как сказать вам, Андрей Тихонович? Я их простил. Ну вот прикинь, у меня пенсия семь тысяч. Семь. А то мне сколько надо лет? Да. Ну вот разделить на семь. Триста пятьдесят, например. Разделить на семь. Ну вот теперь дели. Сколько? Долг тебе не простить никто. Да почему? Там есть варианты, разные варианты. Один из вариантов, она приходит, запирает заявление и все. Она этого не сделает, потому что ты ее допек. Тебе надо было с ней как-то по-другому. Обличениями, да. А ты начал ее, не знаешь, что она там уже живет с юристом. Все законы на той стороне. Ну еще, они тебя просто... Она с журналистом живет, а не с юристом. А с кем? С журналистом. Ну значит он знает законы, если помогает. У него есть какие-то связи. Журналисты это самые такие активные люди и довольно эрудированные. Наши приставы омские, они понимают эту ситуацию. И они, как сказать, идут навстречу в разные... Вот из этих 10 тысяч ты платишь там 2-3 тысячи. Этого достаточно, чтобы... Долг там копится, но от тебя ничего, ну как бы это... Ну долг тут не как кредит, просто на одном месте стоит 300 тысяч. Как это на одном месте? Ежемесячно надо по 10 тысяч. Если ты с сегодняшнего дня будешь платить ей сколько положено в месяц, то тебе 300 тысяч все время как замерли. И они не прибавляются. Почему? Ну да, они замерли. Простой вопрос я тебе же повторяю. Но я не собираюсь ей платить 10 тысяч. Она цена меня блокирует. Ну хорошо, дальше чем это может кончиться? Какие варианты? Чем кончится? Ну да. От меня что зависит? Ну не от коробки же это. От меня это алименты. А это надо идти в суд идти и мне надо добиваться того, чтобы я мог с ребенком общаться. Тогда я уже рассмотрю вопрос о плате алиментов. могу куда-то устроиться. Как делают сейчас мужики? Вот практика мужская. Идут или если они предприниматели, то сами себе ставят зарплату минимальную. Или идут специально устраиваться на какую-то самую захолустную работу, самую дешевую. и так же вот и вот эту часть платят. У меня в принципе есть такой вариант. То есть не платят по полной стоимости? Ну если вот пока что... А они же специально с сыном-то вот так вот делают. Ты с батюшкой говорим эту тему? С каким? С тем? С которым меня познакомил и венчал? Ну что ты... Или с Аким батюшкой? Ну там у батюшки пойдешь, конечно нет. С каким батюшкой я говорю? Не тот, который венчал гитера. С Акимом. С Акимом? Нет, не говорил. Не говорил. Ну ты хотя бы здесь посоветовался. Что тебе делать-то? Замучился какой-то поддержкой не в деньгах, а в молитве. У меня такое мнение сложилось, что Сергей правду говорит. Что у тебя на уме сбежать отсюда? Ну у меня помыслы приходят разные, Игнать Ильич. То есть ты постоянно как морская волна ветром поднимаешь? Ну я думаю, да. А что вот я думаю здесь? Мне же все равно долг-то копится. Мне это вдавит все равно мне на психику-то. Ну платить-то Игорь за тебя не будет, ясно делал. А у меня нету. Да было бы ты не дал. Да я и не взял бы. Мне зачем это? Что делать-то? Что делать-то? Ну мне сын нужен, общение с ним. Что непонятно? Ну посадить тебя могут подобрать? Если я не буду платить. Ну да. Ну не посадить, а сейчас как делают? Уголовная статья есть. Уголовная статья есть. И тебя прикрепляют к какой-то там поселку, деревне, там не знаю, к какому-то вот поселению, и где ты под контролем зарабатываешь, и это все уходит. Ну рабство вот такое уже жесткое, так скажем. Хотя это не в тюрьме, а вот где-то вот. И если ты куда-то, пятки засверкают твои оттуда, то тогда могут тебе уже припаять. Господи Олег Павлов, вспомни, что Павел другой имел в виду, а тут он говорит, страдает ли один член? Страдает все тело из одного члена. Вот ты имел в виду церковь, а это в теле член один. Какой беду тебе заработал? Да был бы какой член, а то называется все равно. Да вот, вот, это всему вина вот эта вот, я думаю, прелюбодейная практика московской патриархии, которая сейчас направо и налево лудников и прелюбодеев называют законно венчанными там, и все, что попало, творит. От этого беда-то, Игнать, мы же... Пожалуйста. Ну, а вот такой вариант. Если бы попался тебе поп нормальный, и уговорил бы Настю, говорит, ну не разводи, живи с ним. Тебе элементов платить не надо было бы, да? Но у тебя бы жизнь была бы, вот как вот мы сегодня первое смотрели бы. Она бы тебя колола бы, это бы... Крейсера Соната была Толстого. Да, крейсера Соната была бы Толстого. Вот. Вот прелюбодейная практика, ты вот сейчас как бы и не платишь, ну и сына не видишь, ну и... И у тебя и скорбей по флоте у тебя вообще нету. У тебя денег нету, и скорбей нету, и сына нету, и жены нету, ничего нету. Это повреда времени. Погруще. С другой стороны, если бы, допустим, вот, что ты так вот называешь, прелюбодейная практика, допустим, эту практику направили в правильный истинный суд, и семью вот вашу сохранили. То есть два эгоиста, полуверующие, живут в одной семье, каждый одеяло тянет на своей семье, делают вид, что это семья. Как вот там говорилось в кресле Сонате. Вот. У вас ребятишки там, у тебя один, а там пять у того-то. И чем дело кончилось? Ну, он его убил же. Он его убил. Он избавился, убил или всё. И судьи ему не доверили, и у него есть на что остаются они. А тебя Господь-то, можно сказать, от убийства избавил таким вот макаром, прелюбодейной практикой. А я ещё до конца не знаю, для чего это всё. Так вот и ой. У тебя нет свободного взгляда ни на что. Ты настолько порабощенный, что у тебя вид такого затравленного шимпанзе. Ну да, у меня... Мне просто жалко тебя. Ты не встаёшь, не в храме, ложишься. У тебя всё время эта тягость непрерывная. Триста тысяч давит жизнь. Да нет, это не то. Ты должен прелюбодейки платить. Да нет, то что я родил сына, а в итоге... Вот он как бы живой, а на самом деле он как будто мёртвый. То есть я не вижу ничего. Ну а ты когда предлагал ей сделку-то? Да я по-разному. Я тебе говорю, вот что я творил. Я и в кредиты залазил. Мало было денег, да? Деньги, деньги, где деньги? Ну вот. Я что только не предпринимал. Года 4-5 я оленев, так скажу. То есть ты зарабатывал деньги, ей давал, а она тебя обманывала? Она 2-3 дня мы в нормальных отношениях дружеских, потом на 180 градусов поворот. Ну с мамой как правило она поговорит, либо по телефону, либо очно. А дружеские отношения после того, как ты денег дашь? Ну как я приеду, да, с подарками там. А вот если бы мы с тобой познакомились? 2-3 дня хватало. А может за неделю, до того, как ты к Насте там уже прильнул. Вот и какой бы я тебе совет дал? Не жениться. А? Ну не жениться. Вы бы посмотрели на меня. Если не просто так. Вот когда война бывает, есть такое наступление. Есть держать оборону, как под Москвой, а потом наступление сделали. А было отступление. Так этот грех тот, с которым бороться нельзя, от него только бежать. Написано, бегать и блудать. Только бежать. А не так. Он обратился ко мне и говорит, я его спасать буду, там какую-то жену, пятую, семнадцатую, не знаю. Я спасать люблю. Даже по тому месту не ходи. Даже не звони и оставь всё. Это та самая опасная космическая чёрная дыра. Засосёт тебя и ничего нету. Мне вот что увеличает больше всего. Ничего тебе нельзя сказать. У меня уже в голове шум идёт. Я вот так вообразил, что это я сейчас. Слабохарактерный человек, он может глупость сотворить в этом состоянии. Нет, Игнать Тихович. Но это если бы не вера, я бы... Вы как говорите, с ума сошёл бы сто процентов. Так. Значит, ты тут покой не обрёл. Уезжаешь, так? В смысле уезжаю? Ну, я ещё в раздумьях всяких разных. В метании души, так скажем. Духовная поддержка, что тебя знают и молятся. А у тебя там и этого не будет. Ну да. Таких, как ты, пруд пруди. И никто их не жалеет, самое главное. Вся страна такая. Все знают, что впереди у тебя был всплеск эмоций. И теперь все на это ссылаются. А у тебя от того даже пепла нету. Всё развеяло. Баран ты, баран. Глупый. Слушай внимательно, Пащенко Владимир Александрович. Как же ещё так вот вляпаешься? Ещё хлеще будет. Ох и глупые мужики. Да вот Ореол создан вот такого, что, ну по крайней мере у нас, я не знаю, может в семинаре как-то погляло или что. Ореол, что, ну вот, священник. И тем более он такой, у него имидж-то такой старца практически. То есть я ему реально поверил, доверился. Ну оно ни при чём, он поверил. То что-то вон-то, он при чём. Ну как, потому что человек с опытом, всё. Ну как, я не знаю. Ну у меня вот так, видимо... То есть у меня в принципе, наверное, неправильная установка на жизнь тогда, скажем. Ты думал население России увеличить? Да почему я думал нормальную семью православную-то, Игнатик? До 27 лет, как вы говорите? Завязывал. Завязывал у себя. То есть я когда уверовал, я понял, что... Для меня, конечно, я сначала не вмещал это. Как это на женщину нельзя смотреть с вожделением? Мне просто было... Карапушкин говорит, и пожилая раба, и пожилая балаба будет, но не пожилая рабы никак. Это я не могу сказать. Я долго не мог вместить это. Но потом, когда стал причащаться, исповедоваться, как ни странно, и причащаться, ну и читать Писание Святых Отцов, тогда я принял это и всё. Уже после времени. Ну, со временем. В семинарию часть уже. Вот из тебя получился... Ты бы у тебя, знаешь, какой список длинный был бы, который не женатых-то. Ты бы монастырь за монастырем создавал. Человек из такой энергии, с таким отвращением к одному делу, на без золота. Существует институт благородный девиз, а ты бы создал институт благородных юношей. У Андрея Констадементьева, у него есть стихотворение «Не пей, сынок, не пей». Мать провожает сына на вокзале, на север у нее это работает, и она только повторяет там, «Сынок, не пей, сынок, вспомни отца стихотворение». Как он был, что «Не пей, сынок, не пей». Непрерывно. Вот и тебе-то нужно было. Не женись. У вас будут скорби по плоти. А мне вас жаль. Павел из той дали, ведь еще это он жалеет этих людей. Им хорошо оставаться, как я. А я думаю, им верить Духа Святого. И при том, помочь тебе никак нельзя, ничем. Денег-то нету. Добыли бы, так не дал. Молитва, Игорь Анатольевич. Были бы деньги, я бы Игорь Барабашов новый комбайн купил. Молитва, да, чтобы ты глупости не сделал, сам себя не порешил. Да ну, зачем это все? Я бы давно порешил себя. Люди, которые берут долги, чтобы долги сняли, они себе пулю в лоб пускают. Вот сейчас мы считаем начальник. Рызлосоянская элитстройка. С украинской фамилии. Ты застрелился? Зло-то меньше, видимо. Ну, я безумие сейчас скажу. Но меньшее зло убить, чем себя. Впокаяться можно. И то я не думаю. У меня молитва только, чтобы образумление, чтобы до вечности не погибло. Ну да. Но ты побеседуешь с батюшкой. А батюшка говорит, примирись. Вот мы же недавно, да? Примирись. Я говорю, как можно с прелюбодейкой мириться? Ну, каноны-то говорят, что не надо ее с ней. А какой канон, говорят, что с прелюбодейкой не мириться? Я имею ввиду, что в дом не возвратиться. Ну, какое? Девятое правило Василия Великого. А что она говорит? Что безуменно нечестивый содержащий прелюбодейку, и она в дом уже не возвратится. Ну, это вот цитата идет с Ветхого Завета. Если же захочет жена вернуться, то не оскорилась бы тем самым страна та. Ну да. Игнатих прекрасно это знает. Понимаешь, вот если бы сейчас она согласилась оставить своего журналисту... Да я же пытался мириться, Игнатих Ильич. Я говорю, если бы из тебя пришла... Ну, если бы делал долг, то куда? Кому платить? Когда вместе? Ты бы сразу устроился на какую-то работу прибыльную? Все позади? Да, у меня есть работа прибыльная. За мою работу платят сейчас очень хорошие деньги. А именно? Ну, к примеру, ролики делать. Я недавно сделал ролик, запросил... Александр Шлеменко, чемпиону мира по аномей, смешанное единоборство, в среднем весе. Вот есть Федор, он в тяжелом весе, а есть средний. Я ему сделал ролик, он все поблагодарил. Потом у москвичей спросил, сколько примерно стоит ценность этого ролика сейчас на рынке. Он говорит, 50 тысяч за один ролик. Ну что? У меня есть, в принципе, возможность заработать, но у меня мотивация не работает. А Павел говорит, желаю, чтобы все трудились своими руками. Но это вот ценность сейчас такая. Ну, физическим трудом. Ну, это как режиссер типа, да? Профессия режиссер, знаете? Видеомонтаж. Видеомонтаж это. Видеомонтаж. Это, к примеру. Но я не только это имею в виду. Чтобы Гнать Тиховнич, понятно было. Вот фильмы создают режиссер, он же получает за это деньги. Ну да. Вот. И это мини-режиссер, то есть он мини-фильм создал. И там-то они не 50 тысяч получают режиссеры за фильм-то. Там прокат, там все-таки на прокат, там побольше денег крутится. Нет, больше так. Ну это да, Наталья, работа не постоянная, но она ему нравится. И если бы она реально приносила бы еще доход, а то там оценили 50 тысяч. Нет, я в том плане, что я могу сейчас любому предпринимателю подойти. Вот. И любой тебе 50 тысяч карман. Не любой, в смысле. Ну как? Жди, ага. Ты можешь так, а на рынке таких, как ты, знаешь, сколько? Ну таких, как я, немного на рынке, я тебе сразу говорю. Да? Да. Примерно столько же таких, как я, дрессировщиков, да? Ну да. Ну ты круче, конечно, в дрессировке мне. Нет, ну по процентному соотношению. По подходу к делу и по выхлопу я совершенно тебе говорю, что немного. Ты сам себя оцениваешь? Да, я уже знаю, потому что. 50 тысяч. А за сколько ты ролик вот такой сделаешь? За месяц сделаешь? Ну я ему с тюрьменька где-то за две с половиной недели сделал. Ну понятно. 100 тысяч за месяц можно зарабатывать в такой работе. И постоянно. Ну это я пример привел ролик, но я не только же ролики могу сделать. Понимаешь, то есть там… То есть ты помимо роликов вот этих, которые 50 тысяч в месяц, ты можешь еще… Это побочный эффект вообще ролик. А полностью я могу так упаковать предпринимателя. А у него возрастает просто продажа. Клиенты новые появляются. Вот это что с этого? Процент? Процент. И либо процент, либо сразу вот за каждое отдельное… Сколько ты уже в этой профессии времени? Ну сколько? Четыре где-то было. Три-четыре года. Четыре года. По твоим рассказам, то есть за месяц можно легко тебе заработать 100 тысяч рублей? Ну 50 как минимум. Вначале. Ну не сразу раскачаешься до 100. Ну последний месяц сколько ты… Ну я работал вот… Последний месяц меня бросил там. Предпоследний? Ну 40-40 получил. Предпоследний. Ничего значит предпоследний. Ну там тоже где-то 40-50 вот так вот. 40-50, стабильно у тебя было? Ну да, пока. В течение четырех лет у тебя… Нет, нет, ты чего? Нет, нет. То есть ты в период у тебя мотивации не было, и ты отдыхал? Да. Я не отдыхал, я… Как я? Я разные… В творческом поясе. Да я разные делал, как сказать… Шатоха, собака шатоха, понимаешь? То есть я и там, и там… Ну вот потерявки в шестнадцатом году летом. Чего не помнишь? То есть я от случая к случаю раз пойду, позанимаюсь вот этим. Потом дальше пошел там. Понимаешь? Ну а какая постоянно работа, я не знаю, что это… Нет, ну ты говоришь, если у тебя есть работа, которая приносит пятьдесят тысяч в месяц, ну, сорок в месяц, да? И можно этим жить. Да, и в принципе да. То есть, получается, четыреста тысяч в год можно легко заработать. Да. Плюс два месяца у тебя еще даже, наверное, больше четыреста тысяч в год. За четыре года – миллион шестьсот. Если бы ты сейчас, как я сказал, за нас молятся везде, нападают на нас человек, он никакого отношения к нам не имеет, ничего. Все сочувствуют. Но тебе ни один человек не может сочувствовать. То есть у тебя сегодня состояние, если бы ты разумял, загнуло зверя. Тебя рогатиной везде достает она и все. Как страшно, какая яма. А почему они не могут сочувствовать? Никак. Нет, а почему вы объясните? Потому что ты это все затеял. Я ничего не делал, это мое строение. Перешло теперь в деревню, ходатайство у нас нападает. Кто бы ни был, все заступаются. Здесь я не… Как за что заступать это? Твой сын скажет, твой мне плати. А, ну в этом плане. А в каком? Если бы ты не защищал тот день-то, ну и у тебя просьба не было. Раньше такого не было. Такой свободы юридической для женщины. Всяческой. Ладно. А ты уверен, что это твой сын? Ну да. Он похож на меня. Я его защищал. Вот я сегодня вам рассказываю, как это происходило. Когда нас уложили. Ровно через 9 месяцев он уложился. Господи помилуй. А ты стихотворение, которое я давал-то. Я женщинам всем благодарен и в доступ. Ты с каким выражением? Я прочувствовал его. Которые мимо меня не заметив прошли. Я порадовался за вас. Сгнули лишь косы, сгнули и струили щекосы. Занозой в них не вошел. И не в чем выражать. Зачем ты занозы-то волю дал? И ворушишь, и ворушишь все это. По лезвию острову кумарем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь я бы страдал и в истерике бился. А то твое состояние. Меня Бог спас. Почему? У меня мать. Она меня на руках несла. Мать. Неграмотная. Когда меня там первый раз арестовали. В госпиталь поместили его. В Хабаровск одна прилетела. А когда я его веровал, она подумала, куда я его клонился. В Латвию одна прилетела. Неграмотная. Абсолютно неграмотная. Одна. А она с вами разговаривала на тему, чтобы к женщинам не прикасаться. Это главный вопрос был. Она всегда только повторяла. Так вот. А нам никто не говорил. Неграмотная. Я так говорю. А матери сверхмногодетной скромницы. Она говорила, это смерть. Это смерть, сынок. Нельзя этого делать. Когда помещают законы, благословения родителей. Твои родители знали, что ты женишься? Да. Я позвонил, тогда еще мобильника не было. Я позвонил, говорю, вот я познакомился. Благослови, мама. А с отцом я не поговорил даже. Вот еще. Все понятно. Тут за этим еще сколько таких. А Вы говорили, Ваша мама с самокруткой замуж-то вышла. Вот она вышла замуж, но она за своего верующего. А с этого отца-то там брат глубоко верующий-то. И они увидели, какая она. У нее родители очень верующие. У матери моей. Мои деды. И они ее не хотели. Они смотрели на отца так. Он выпивал. Не пил там, а выпивал где-то. А она его полюбила. И поэтому она вышла за него. А когда вышла, то здесь дедушка и другие все помещали иконой, как положено. Беспокоился. А вот она и вышла самокруткой. Родители ее, ее родители были против. Они строгий образ жизни были. А отца Вашего не против? Они не хотели его. А отец говорит, они меня за дурачка считали. Нет, а его родителям нравилась Ваша мама? А отцовы. А отцовы. И его родители. У меня отца не было уже. Видимо, он умер из Рязанской области. Не умер, а его родной брат убил. У меня дед один убил моего деда родного. Глухонемой. Он вернулся отсюда. А они принадлежали к Саробрясам Белокринитской согласии. Вот это вот, которое сейчас есть здесь. Он сходил, исповедовался, причастился. Вернулся. И кто-то над ним посмеялся. Уходимым-то Андреем или как его звать. И говорит, Дмитрий, ты приехал, у тебя дом отнять. И они за столом когда сидели, он на него бросился и гирей ударил прямо в песок. Он только закричал, мама, он убивает меня. Он как ударил, сразу убил. То есть они его обманули, что он дом хотел? Конечно нет. У него здесь все, семья и... Все, Бороди, какой дом? Никакого. Просто люди... Как Семен Плешков моей матери сказал. Тихон там в груди ушел. Он у меня, она говорит, пойду окна побегу. Я сама пришла на собрание, там он сидит в первых рядах. А отец разговаривал с вами на тему добрачных связей? Никогда. Только мать, да? Мать только. Отец вообще... Он как будто не видел и не слышал. Он только когда наказывал. Пить хочешь, сынок? Пей. Курить хочешь? Кури. Но не воруй, в карты не играю. Знаю, башкотший был. И мы настолько были уверены, что это не угроза. Вот какое дело. Отец никогда про это не говорил. Он только говорил об опасности, какая идет от коммунистов. Он меня таким сделал. Пропалил вас, да? Как они раскулащивали, как что было. А я сзади впитывал в себя. Отец, когда я написал биографию, меня переходил. А я пятилетний сидел и заливался слезами. У меня воображение развито. Вот это ямки, где были, вот это вот, редьки на железе здесь. Я смотрел, как на восток, как у них тут гуси были, пруд был. Все свое. И они пришли, все отняли и их сослали, и они там померли. Я это, как будто бы я с ними был. Эти злодеи среди нас, это коммунисты, их убивать надо. Это враги мира и народа, коммунисты. Вот такая у меня мысль была. Я тренировался и тренировался сам. Как сделать так, чтобы быть народом мстителем и в то же время и попасть. Ну вот в ситуации с Виталией, как сделать так, чтобы и силы видеть, и алименты не платить. Так не получится. В смысле? Да я готов платить. Естественно. Готов платить. Я судье так и говорю. Я говорю, вот судит меня. Я говорю, все мое принадлежит ему. Я не в том плане, я ему не плачу. По каким-то там мотивам. А что твое конкретно? У тебя еще нет. Ну в смысле? Да как нету? Ну в смысле нету? Ну в смысле нету? Ну хотя бы. Хотя бы. Вот. Я говорю, не плачу потому, что у меня все. Она меня блокирует. У меня с ним никак не пообщаться. Просто блокирует тупо. Она говорит, ну через суд. Иди вот так же через суд добивать. Ты приходишь, она тебе дверь не открывает? Да. То есть там при Любодеи уходит? Да нет, при Любодеи там, например, нету, но она не пускает. Я говорю, с сыном хоть дай пообщаться. Нету все, только при мне. Ну я начинаю, у меня начинает. А при ней тебе неинтересно, да? Ну конечно. А почему тебе неинтересно принять? Ну неинтересно, мне хочется с ним. Ригунально вместиться, два с половиной миллиона детей отняли во Франции. И только в присутствии жандарма там. Да лучше это все, вот как народным мстителем тогда стать. И кого-нибудь забрать с собой на тот суд. Да ты даже из дома не видишь, тебя уже арестуют. Вот если такая жизнь не дать их еще. Это ничего не даст. Я обрек себя на это. А тебе-то зачем это? Да я просто, ну вот так вот если в присутствии, то есть что? Ну это куда это вообще? Я о Боге не слышал, Евангелие не знал. Чего с меня спрашивать? Я ни одной книжки не прочитал, ни Евангелия, ничего. Я умом доходил до всего. А ты-то столько слышал и ролики составлял. Ну я же... Чего? Нестой Чехов. Такой был парень! Эх! Стрелку изобретал! Заездила ведьма! Это он на родную сестру так говорит, там один герой. Последний магикарша. Заездила ведьма. Фу! Мне интересно, вот я сюда приехал, мне интересно ваш опыт жизненный. Опыт духовный и опыт жизненный. Понятно, что очень трудно. Я из-под компьютера вылез. Из-за компьютера, в смысле. И вот это тело все ноет, пищит там. Это тяжело, да. Но... А так мне интересно, чисто вот по-человечески, что я понимаю, какой у вас за плечами опыт. И мне хоть какого-то, хоть что-то для себя, так сказать. Понимаешь, у тебя страха не было, что это грех. Я в армии, у меня валительно нагад. И она приезжает ко мне, учительница. И я один с ней нахожусь. Ночь. Да Игнатикс, вы поймите, я уже принял как от Бога жену себе. Я что же себе не позволял. Я когда на флоте служил, у меня была льгота. Я ее выбил себе с Божьей помощью, что каждое воскресенье свободное от учения я выходил в увольнение и в храм шел. Моряки не понимали, ты куда ходил? Я говорю, в храм ходил? А никто этого не понимал. То есть у меня была тяга. Я не то что по бабам. Ты с ней ложился уже как с будущей женой? Да, я уже принял, раз у меня был договор со священником. Чуть-чуть поторопился. В этом плане мы уложили в постель все. Ты куда денешься. В настоящем положении тебе никто не поможет. Никак. А Господь поможет? Господь поможет. Только Бог разрешит. Или ребенок умрет, или она, или ты. Это первый вариант. Уже три решения. И ребенка не будет тебе платить не надо элементы? Ну это же очевидно. Ну а старый, который там 300 тысяч спишется? Ну если ребенка нет, кому платить? Мы же официально платим за ребенка, а не женщину-то. Она же кормила его. Она же кормила его. А, ну этот вопрос, ну эта тонкость, я не знаю. Наверное, я его... Да, я как бы и... Сыну вред. Это тоже так. Ты без за границу и сейчас не выпустят тебя. Ну если только нелегально. А? Ну так, да. Официально нет. Ты уже пленник. Вот это любовь. Ужас какой. Женщина это ужас. Ну я познал это. Горьше смерти. Они так есть. В злобе женщины это. Ну и вот сейчас такие законы, что тебя могут как злостного алименщика осудить. Если ты, смотри, если два месяца не платишь, все, опять пристав может судье и тебя на суд, на ковер. А у тебя уже были, например, часы. Следующая, что-то будет пожёстче. И так до уголовного может дойти. Может еще раз. Вот это 80 часов, что ты сейчас отрабатываешь, это только первый звоночек. Да. Ну да. Я так думаю, еще может второй есть и третий уже уголовный. Надо начинать платить, тебя посадят. Ты опасный человек. Опасный. А там ты будешь в тюрьме работать и везти? Да не в тюрьме. Вот это не длительность, не расторопность. При твоем-то положении ты должен как ртуть быть. А тебя надо пинать сзади, чтоб ты раскочегарился. Вот это-то еще у тебя. Тебе не выйти из этого плена. 300 тысяч. Это огромная-огромная сумма для человека деревенского. До деревенского, да. Ну вот еще меньше, сейчас Игорь продает 4,40 килограмм. 4,40. Это даже, ну даром почти, он и горючий не возвращает еще. 4,40. Ну а я вам так скажу, вот тот опыт, который вы передаете людям, это если оценить его по нынешним меркам, рыночным, это огромные деньги стоит, Игорь Тихонович. Я вам так скажу. Огромные деньги. Сейчас есть такое понятие коучинг. Ну от английского слова коуч. Личный коучинг. Огромные сотни тысяч стоит в рублях. Не одну сотню тысяч, например, если вот полгода человек непосредственно с тренером будет заниматься, ну с чем-либо. А у вас будет такой комплекс, даете знаний о мире там, обо всем. Если это перевести все в деньги, это огромные деньги, вообще огромные. И вот это вот, просто люди не понимают этого. Вот привезли ребенок, он наркоман закончен. И теперь встал на ноги. Понятно, как родители, но я ни копейки никогда не имел. Даже представить, как бы я взял, за что бы. Ну это другой вопрос. Я просто говорю, ценность тоже, вот вы говорите. Это духовная ценность только. Не только духовная. Житейская ценность тоже. Ну да. Ну что сказать, мой старый друг. Мы в этом сами виноваты, что столько есть невест вокруг, а мы с тобой не женаты. Любили девушки нас, а мы, влюбляясь, не любили. Вот теперь сидим вдвоем в воде, ночи в своем. Такая песня была. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Самая ошибка, то, что ты уходишь от меня. В то время были песни такие. Мишка, Мишка. Оттуда добавили, где твоя сберкнижка. Ну а вообще, не нас имея в виду, есть счастливые православные семьи, которые вот нашли. Нам-то уже поздно. Конечно есть. Конечно есть. Но только верующие. Она молчит, она молится. Да. И вопросы все по-другому рассматриваются. Здесь нередко. Она поднащивает все время. Ну там-то я видел. Она непрерывно вся. У меня такое было. Ну вот так. У меня было. Вы до конца досмотрели? Нет. Первую серию. Первую. Посмотрели только. Крейцерова соната. В лучшей крейцеровой сонаты в вопросе женитьбы я не знаю произведения. Особенно, когда это в бумажном варианте. Тут что-то. Только движение показывает. А внутренние переживания там все на бумаге. Угу. 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 Ну ладно. Делай как хочешь. Как можешь. Будем помнить тебя. Я могу сказать. Я Романа помню. И Никиту. Придется тебя тащить. Вот. Избавит тебя только смерть от этого клейма. Про меня написали там большой рассказ. Есть один. И только смерть могла его избавить от этого клейма. Но строй, говорит, этот рухнул. И все встало на место. Ну обо мне. Что меня гоняли по социальной лестнице по этой. Кроме как сторожем нигде нельзя работать было. Я где бы не устроился. Я люблю работу свою. Мне нельзя работать. И три дня не работаю. Уже статья. Я больше пережил. Ну. Советское время. И все равно. Господь помиловал. Пошел дачи людям делать. Там везде свободные дни. Три дня на велосипеде. У кого глина возле дома. Песок, печь сделать. Так я две пищи в день бы делал. Игнать Игнатьевич. Ну а на Ваш взгляд. Какие времена лучше были. Когда зато неясно судили. Или когда сейчас. Хочешь работаешь. Хочешь не работаешь. Давай. Если бы то время было. Потеряевка бы так не начинала восстанавливать. Никто бы не дал. Первое. Потеряевки нет. Дальше. Официально вот так действовать. Издавать книги. Я бы ни одной книги не издал. Я сейчас закончу. Смотри. При коммунистах. Дальше. Поехать по всему миру. Купить свою машину. Такую. От океана до океана меня за границей не выпускали. А меня на международные конгрессы избирали. И меня везде блокируют. Я когда все это возьму. Не говорю, что там лагерь вот так открыто построили. А вот и кошалаши и разъехались. Даже сравнивать не с чем. Я не вообще имею ввиду. А конкретно узкую тунеянство. Сейчас за тунеянство статьи нету. Тогда она была. Вы считаете, что она нужна эта статья? Или... Видишь, нет. Тут так ответить нельзя. Вот допустим, он не работает. Хорошо или плохо. На нем долг вести. Тогда этого не было. И он бы сейчас сидел уже там где-то в поселении. А если бы сбежал, то уже решетка в тюрьму. Да, да. А там бы выщипывали. Он бы не вышел никогда. Он сидел и сидел там, работал. Он бы смирился с этим как живщик. Не знаю. Но это хорошо или плохо. То не работает, то не ешь. Его под это и подгоняют. А он лодыр, он не хочу и... Имеет он право лодырничать или не имеет? Государственный. Плохо? Плохо, конечно, что он так это... Дискредитирует и власть фактически. Власть дала такую свободу. При этой свободе, которую ты хотел... Сейчас у меня статья один. Путешественник. Он высшее образование. И он везде ходит, голосует. И где он только не был. И на Камчатке, и на Гималайи, и везде. Старик такой могучий. Стоит с бородой, сфотографированный. И он в Барнауле, в самоводном курсе дает интервью. Один раз говорит, обедаю на Камчатке. Одновременно из лесу выходят шесть медведей. А потом говорит, а медведи путешественников не едят. И вот как голосовать? Как смотреть на нас человека? Шофер, кто остановится? Это целая наука у них. Я самостоятельно дошел до этого. А теперь я считаю подтверждение. Когда мимо едем, я всем шоферам говорю. Никогда не смотрите на гаишник, он стоит. Смотри только вперед, твори молитву. Следующая машина за нами останавливает. Мы проехали. Покажи уверенность. Решимость такая у тебя должна быть в детстве. Это пятое качество. Что враг еще не начинал. В войну уже белый плак выкинул. Он понял, воевать не... Четвертое. Четвертое. Вот так. Ну да. Пятая беспощадность. А еще беспощадность, когда ты разболтанный такой. Еще нет. Все на этом. Будем молиться. Давай помолимся. Молиться, мои слова. Господи. Господи Иисусе Христе за 25 марта 2016 года, в который ты через друга твоего Игнатия возвестил мне волю Твою Святую. За эту беседу, за молитвы отцов и братьев. За все молитвы отцов и братьев, за наставления, за вразумления, за обличения, за все суды Твои, Господи, слава. Да будет воля Твоя Святая с нами и с нашими родственниками и с теми, с кого мы упоминали. Дару нам рождения свыше водительства Духом Святым и покаянием. Аминь. 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 Ладно. Без десяти. Восемь. За стол. Черт тоже будет. Где только чай? Вот.